100 метров по улице Мира и десятки нарушений законодательства. В Вологде прошел рейд по незаконно установленным рекламным конструкциям. Подробности узнавал Иван Волков. Такие рейды в Вологде проходят регулярно. Их главная задача – сохранение исторического облика города. 18 июня специалисты администрации города, управления внутренних дел и антимонопольные службы проверили законность размещения рекламных конструкций на улице Мира. Выбрана улица Мира не случайно, потому что она центральная историческая улица города Вологды, на которой находятся памятники истории и культуры. Сейчас ведется анализ всей территории, которая в центральной части находится. Выявляются все эти объекты, пишутся им предписания и предлагаются узаконить их, либо убрать. Реклама на ограждениях строительной площадки. Штендеры, мешающие передвижению пешеходов по тротуару. Незаконно установлены кронштейны, которые портят внешний облик города. За каждое подобное нарушение выдается предписание. Первоначально выявить владельца рекламной конструкции, после чего, в соответствии с федеральным законом рекламе, направляются в его адрес предписания о демонтаже. Если в течение 30 дней после получения предписания владелец не уберет рекламную конструкцию, ему грозит штраф. Для физических лиц от 1000 до 1500 рублей, для юридических и должностных до миллиона рублей. Чтобы окончательно решить эту проблему, специалисты администрации города разрабатывают концепцию размещения рекламных конструкций. Город территориально будет поделен на три основные зоны. То есть историческая часть города, центральная часть города и периферийные районы. И, соответственно, из исторической части города основная мысль все-таки убрать вот эти крупногабаритные рекламные конструкции, конструкции, которые мешают проходу горожан. 90% незаконной рекламы принадлежит частным предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Специалисты отмечают, более крупные компании всегда согласовывают размещение рекламных конструкций с администрацией города. Иван Волков, Антон Лукьянов, Вологда Портал.